В очередной раз в зале земского собрания собрались спортсмены, которые в последнее время прославили наш город в общероссийских и мировых спортивных поединках. Встреча с прессой и представителями власти прошла на позитивной и приподнятой ноте. Вот эти деньги, которые выделяют в субсидии, это, наверное, скорее всего, значит, что это самый большой багаж, на котором у нас и держится спортивный результат. Нам выделяет Министерство спорта только на поездку, на чемпионаты, на Кубки мира, на чемпионаты России, на Кубки России. То есть вы понимаете, что это уже итог работы, а вся сама работа, она как раз и идет на деньги, которые выделяют нам субсидии город. Потому что, если бы этих денег не было, тогда, скажем так, этот итог был бы очень, наверное, другой совершенно. Потому что, действительно, смотрите, если взять даже итоги спортивных результатов прошлых, ну, скажем так, двух лет назад или даже год назад, мы смотрим, да, то есть где-то там результатов было намного меньше. Обратите внимание, сейчас стали выделяться стабильно деньги, естественно, что на следующий год не могли получать результат. Но мы вот буквально несколько лет выделяли эти деньги на клубы, и, смотрите, из клубов появились спортсмены. Появились вот молодые самбисты спортивные, да, то есть стабильно выступает боевой самбо, там появляются боксеры, стабильно выступают хоккейные команды. То есть я считаю, что это как раз огромная заслуга всех людей, не только спортсменов и тренеров, которые получили результат, а всех тех людей, которые целенаправленно работали на то, чтобы этот результат пришел. То есть это и депутатов нашего руководства города, потому что это очень важно. Это как раз и называется совместный труд, вот когда мы все вместе пришли вот к этим спортивным результатам. Вот, в принципе, если бы, ну, правда, вот не городские деньги, то работать было бы, может быть, невозможно, если, например, там фондом оплаты труда нас обеспечивают, хотя тоже регулярно нас, как говорится, оптимизируют. Но, тем не менее, в общем, к зарплате нам там жалкость не приходится, вот условия есть, а вот уже без участия в соревнованиях, уже, в принципе, этого невозможно, таких бы результатов реально не было бы. Я выражу мысль, думаю, всех присутствующих, что депутаты молодцы на правильном пути, мы свою задачу, которая, значит, ставится перед спортсменами, выполняем, и деньги тратятся по назначению, вы это видите результатами, а средства массовой информации, вот, хотелось бы, через средства, присутствующие здесь, выразили бы общее мнение от всех спортсменов, поблагодарю депутатов, что они сделали такую хорошую работу. Кто же отличился в этот раз и чьи имена кставчане должны узнать? Это Влада Хилова, победительница всероссийского турнира среди школьных команд «Москва Оупен» среди девочек до 11 лет, выигравшая поездку в Грецию на первенство мира 2013, тренер Алексей Рубцов. Виолетта Саяпина, кандидат в мастера спорта по самбо, победительница первенства России в городе Анапа, тренер Владимир Кожемякин. Аркадий Геворкян, победитель первенства России по самбо в Рязани, тренер Альберт Душкин. Имран Жавадов, чемпион России 2013 года по боевому самбо, тренер Алексей Чугреев. Людмила Лупанова, серебряный призер чемпионата Приволжского федерального округа по боксу в 2013 году. Тренер Александр Комаров. Спортсмены поделились своими впечатлениями от поездок и соревнований и обещали приложить максимум усилий для приумножения славы и известности нашего города как областной столицей спорта. А тренеры и руководители спортивных федераций поблагодарили в свою очередь администрацию и депутатов за то внимание и поддержку, который оказывается спорту в нашем городе.